всем привет сегодня я хочу вам показать как можно сплести вот такой топ его можно будет видоизменить как вам угодно просто вам хочу подать такую идею на самом деле каким он будет в конечном результате вы можете решить сами для начала нам нужно сделать как бы нашу верхнюю лямку я беру две нити отрезки по 370 сантиметров и буду делать вот такое плетение из двух нитей она достаточно простое нужно вот чтобы у нас нити были закреплены две и начинаем с середины вот где у меня вставлена иголка это середина и я от нее начну плести как бы в одну сторону и во вторую покажу это вам тоже на видео мы сначала одну нить кладем на вторую и как бы продеваем в дугу а потом другую то есть нас тут чередуется сначала мы проделаем в одну сторону несколько таких узелков потом во вторую пойдем потому что это середина как бы и чтобы в разные стороны у нас было равное плетение также это плетение она очень такое тянущиеся то есть она легко растягивается это нужно будет примерять на вашу фигуру на вашу шею да то есть чтобы доходило именно потом до начала груди вот это вот бретелька наша верхняя обязательно примеряйте вот так выглядит моя верхняя бретелька я буду плести на манекене если у вас его нет то можете на вешалку повесить там любую кофточку и на нее уже эту бретельку у меня она имеет длину 60 сантиметров у вас может быть меньше или больше зависимости от того ну какая у вас фигура и до линии груди сколько вам требуется и сейчас мы будем с вами надевать отрезки на расходящиеся вот эти два шнура которые у нас есть отрезки мы будем крепить посмотрите внимательно каким образом то есть изнаночное крепление и потом еще в бок как бы делаем репсовый узелок нам потребуются отрезки по 150 сантиметров сначала 8 отрезков по 150 сантиметров потому что мы крепим с одной и со второй стороны как бы и потом еще потребуется 8 отрезков по 130 сантиметров я думаю что уточню это надписями здесь вот крепление когда мы только произвели с одной и со второй стороны в этом треугольнике нашим то потом мы делаем квадратный узелок в центре сначала он будет один но чем больше мы отрезков будем делать то тем больше квадратных узелков тоже будет проделываться тут тоже возможно вам потребуется не 16 отрезков в итоге а меньше потому что смотря какая у нас различная фигура да с вами поэтому тут нужно все примерять будет просто посмотрите возможно для начала это видео как и что я делаю а в дальнейшем уже когда вы поняли что здесь происходит то все нарежете и начнете плести примеряя и уже точно знаю как бы какой шаг будет следующим а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот смотрите, у меня проделано 8 рядов, ну и добавлено 16 нитей, с одной стороны 8 и с другой 8, а сейчас я буду проходить 4 ряда без добавления нитей, вот они у меня пойдут, тоже внимательно смотрите на видео, здесь все будет понятно и ясно видно и потом тоже куда у меня пойдут отрезки, так как я опять же говорю, комментарии бывают иногда излишни, лучше посмотреть видео, если есть какие-то вопросы, то задавайте их в комментарии также если вы не успеваете, то можно перевести видео в скорость поменьше, либо наоборот, если вам очень все это медленно, то переводите в скорость побольше, это можно сделать на ютубе вот, и смотрите, после того, как мы сделаем первую нашу чашечку, вам нужно будет полностью все повторить и на второй я уже не буду это показывать в видео, она у нас появится уже волшебным образом, тут же и сразу же 4 ряда без добавлений проплетено у меня и сейчас добавляем по 9 5 нити с каждой стороны, таким же вот креплением и будем производить последний ряд квадратных узлов у меня это получилось так, что как бы заводится под грудь, как бы это как резинка такая под грудью получается ну и вот это вот создает объемность для груди как раз, у меня достаточно такая большая грудь, если у вас грудь меньше, то вы там вам, возможно, это не потребуется, дополнительные там какие-либо ряды, либо ряды без добавления нитей тоже, то есть тут реально нужно все примерять каждый раз смотреть, как у вас лежит, чего вам хочется, нравится, не нравится, возможно сделать добавление ой, без добавления ряды пораньше, да, не так, как у меня после 8 рядов, где-то, возможно, после 5 кому-то в этом этапе я завершаю и доделываю первую чашечку вот соединяю с последней нитью уже, да, и что вам потребуется и мне тоже проделать еще и вторую такую же чашечку, уже довольно таки легко будет просто нарезать нужное количество отрезков и проблести точно такое же, потом будет соединение у нас и внизу еще репсовую такую проведем бриду, вот, и уже будет почти конец, посмотрите, пожалуйста, еще внимательно как я здесь перехожу, да, и в центре у меня тоже просто такое будет переплетение обычное нитей, вот, возможно, вам оно не понравится, вы можете придумать что-то свое, я только за, но просто смотрите, повторяйте, наслаждайтесь, вдохновляйтесь города, перекусивайте все и возвращайтесь на них и на гимн я поэтому Продолжение следует... 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 Продолжение следует...